В бескрайних просторах космоса миллиарды галактик украшают Вселенную, каждая из которых представляет собой вихревой город звезд, газа и пыли. Среди них NGC 44490 – спиральная галактика с перемычкой, расположенная примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. На первый взгляд кажущаяся обычной NGC 44490 хранит увлекательный секрет. Своеобразное расположение меньших галактик, вращающихся вокруг нее, образующих то, что астрономы называют плоскостью галактик-спутников. Эти галактики-спутники, намного меньше и слабее NGC 44490, разбросаны вокруг своего хозяина не случайным образом. Вместо этого они кажутся ограниченными тонкой дискообразной структурой, очень похожей на планеты, вращающиеся вокруг звезды. Это неожиданное выравнивание озадачило астрономов, бросив вызов нашему нынешнему пониманию образования галактик и самой ткани Вселенной. Открытие плоскости галактик-спутников NGC 44490 – это не просто интригующее астрономическое наблюдение, это потенциальная трещина в фундаменте наших космологических моделей, заставляющая нас пересмотреть фундаментальные законы, управляющие Вселенной. Представьте себе фризби, вращающийся в космосе. Теперь представьте крошечные шарики, вращающиеся вокруг фризби, не в случайных направлениях, а ограниченные той же плоскостью, что и вращение фризби. Это упрощенный способ визуализировать интригующую конфигурацию NGC 44490 и ее галактик-спутников. Такое расположение, известное как плоскость галактик-спутников, не то, что мы ожидаем увидеть часто, если вообще увидим согласно нашему нынешнему пониманию Вселенной. Галактики-спутники NGC 44490 находятся не просто в плоской плоскости, они также, кажется, движутся вместе согласованным образом. Это скоординированное движение добавляет еще один уровень сложности в головоломке. Космологические симуляции, которые пытаются воссоздать образование галактик и крупномасштабных структур во Вселенной, редко, если вообще когда-либо, производят такие выровненные спутниковые системы. Это несоответствие между наблюдением и моделированием предполагает, что в наших современных моделях Вселенной может чего-то фундаментально не хватать. Чтобы понять плоскость галактик-спутников NGC 44490, нам нужно углубиться в модель LCDM, модель лямбда-холодной темной материи, или LCDM. Эта модель включает в себя темную материю и темную энергию. Темная материя, составляющая 85% материи Вселенной, невидима для наших телескопов. Мы предполагаем ее присутствие по гравитационному воздействию. Темная энергия движет ускоряющимся расширением Вселенной. Модель LCDM объясняет реликтовое излучение и распределение галактик. Однако плоскости галактик-спутников, подобные NGC 44490, бросают вызов этой модели. Чтобы проверить наши космологические модели, астрофизики запускают сложные компьютерные симуляции. Эти симуляции учитывают законы физики, свойства темной материи и темной энергии, и начальные условия Вселенной. Используя модель LCDM, они обнаруживают, что плоскости галактик-спутников невероятно редки. Найти такой – статистическая случайность. Этот контраст поднимает красный флаг. Возможно, в наших моделях не хватает важного ингредиента. Это стимулировало исследования и дебаты. Некоторые считают, что необходимы изменения в модели LCDM. Другие выступают за лучшее понимание образования галактик. Раздел 5. За пределами современной парадигмы. Нужна ли новая физика? Открытие плоскости галактик-спутников NGC, 434-T90 и других подобных систем вызвало дискуссию среди космологов. Указывает ли это неожиданное выравнивание на необходимость новой физики за пределами стандартной модели? Некоторые теоретики предполагают, что могут потребоваться изменения в нашем понимании гравитации. Одна из таких модификаций называется модифицированной ньютоновской динамикой или МОНД. Эта теория предполагает, что гравитация ведет себя в обширных космических масштабах иначе, чем предсказывают теории Ньютона и Эйнштейна. В то время как МОНД потенциально может объяснить наблюдаемые кривые вращения галактик, не прибегая к темной материи, это все еще незавершенная работа, которая сталкивается с рядом проблем. Другой путь исследования включает рассмотрение свойств самой темной материи. Что, если темная материя не такая холодная и инертная, как мы предполагаем в настоящее время? Возможно, она взаимодействует сама с собой или с нормальной материей способами, которые мы еще не обнаружили. Эти взаимодействия потенциально могут влиять на образование галактик-спутников и приводить к их неожиданному выравниванию. Раздел шестой. Модифицированная гравитация. Возможное объяснение расхождений. Одно из интригующих направлений исследований изучает возможность того, что наше понимание самой гравитации может нуждаться в переосмыслении. Теории модифицированной гравитации, такие как Монт, предполагают, что гравитация ведет себя в обширных космических масштабах иначе, чем предсказывают теории Ньютона и Эйнштейна. Монт предполагает, что сила гравитации не ослабевает с расстоянием так быстро, как предсказывают традиционные теории, особенно в областях с низким ускорением, таких как окраины галактик. Эта модификация потенциально может объяснить наблюдаемые кривые вращения галактик и образование пласкостей галактик-спутников, не требуя присутствия темной материи. Хотя Монт предлагает убедительную альтернативу, она все еще сталкивается с рядом проблем. Например, она с трудом объясняет некоторые космологические наблюдения, такие как реликтовое излучение, так же точно, как модель лямбда холодной темной материи. Тем не менее, теории модифицированной гравитации остаются активной областью исследований, раздвигающими границы нашего понимания фундаментальных сил Вселенной. Раздел 7. Значение малых галактик. Окна в темную материю. Хотя кажущиеся незначительными по сравнению со своими массивными хозяевами, маленькие галактики-спутники, подобные тем, которые вращаются вокруг NGC 444-90, содержат ценные ключи к разгадке природы темной материи, поскольку в этих галактиках доминирует гравитационное влияние темной материи, их структура и динамика открывают уникальное окно в эту неуловимую субстанцию. Изучая распределение и движение звезд в этих карликовых галактиках, астрономы могут сделать вывод о свойствах ореолов темной материи, окутывающих их. Неожиданное выравнивание галактик-спутников в плоскостях, если оно подтвердится как широко распространенное явление, может бросить вызов нашим нынешним предположениям о поведении темной материи. Например, если частицы темной материи взаимодействуют друг с другом сильнее, чем считается в настоящее время, это может привести к образованию структур темной материи, которые влияют на распределение галактик-спутников, потенциально объясняя их планарные структуры. Следовательно, эти, казалось бы, незначительные галактики играют решающую роль в разгадке одной из величайших загадок современной космологии. Раздел 8. Расширяющаяся Вселенная. Темная энергия и ее роль. Открытие ускоряющегося расширения Вселенной в конце 1990-х годов произвело революцию в нашем понимании космологии и ввело озадачивающее понятие темной энергии. Это таинственная сила, которая, как считается, пронизывает все пространства, противодействует гравитационному притяжению и заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Хотя темная энергия напрямую не влияет на образование плоскостей галактик-спутников, она играет решающую роль в формировании крупномасштабной структуры Вселенной. Взаимодействие между силой отталкивания темной энергии и гравитационным притяжением темной материи управляет ростом космических структур, таких как скопление и сверхскопление галактик. Понимание точной природы темной энергии и ее влияние на эволюцию Вселенной имеет решающее значение для уточнения наших космологических моделей и составления точных прогнозов относительно судьбы Вселенной. Будет ли расширение продолжаться бесконечно, что приведет к большому замерзанию, или оно в конечном итоге обратится вспять, завершившись большим сжатием? Чтобы ответить на эти фундаментальные вопросы, необходимо более глубокое понимание свойств темной энергии. Раздел 9. Будущее космологии. Разгадка тайн Вселенной. Открытие плоскости галактик-спутников NGC 4490 — лишь один из примеров того, как Вселенная продолжает удивлять и бросать вызов нашему пониманию. По мере того, как мы углубляемся в космос, оснащенные все более мощными телескопами и сложными симуляциями, мы обязательно столкнемся с новыми загадками и неожиданными явлениями. Будущее космологии многообещающе. Новые поколения телескопов, как наземных, так и космических, откроют нам беспрецедентные виды Вселенной, что позволит нам изучать галактики и их спутники более подробно, чем когда-либо прежде. Между тем, прогресс в вычислительной мощности и методах моделирования позволит нам создавать более точные и сложные модели Вселенной, проверять наши теории и раздвигать границы наших знаний. Предстоящее путешествие полно захватывающих возможностей, поскольку мы продолжаем разгадывать тайны космоса и наше место в нем. Раздел 10. Вселенная полная сюрпризов. Важность продолжения исследований. Вселенная — это огромное и загадочное место, полное чудес, которые еще предстоит открыть. Неожиданное выравнивание галактик-спутников вокруг NGC TTC-3090 служит убедительным напоминанием о том, что наше нынешнее понимание космоса, хотя и впечатляющее, далеко не полное. Это открытие подчеркивает важность продолжения исследований, как наблюдательных, так и теоретических. Мы должны быть открыты для возможности того, что наши текущие модели и теории могут нуждаться в пересмотре или даже замене по мере того, как мы собираем больше данных и уточняем наше понимание. Стремление к знаниям — это бесконечное путешествие, и Вселенная полна сюрпризов, которые ждут своего часа. Каждое новое открытие, подтверждает ли оно наши существующие теории или бросает им вызов, продвигает нас вперед в этом путешествии, углубляя наше понимание необъятности и сложности космоса. Вселенная — это грандиозный габелин, сотканный из нитей тайны и чудес. От нас зависит, раскроем ли мы ее секреты и соберем воедино историю нашего космического происхождения. Раздел 11. Наше космическое путешествие. Бесконечный поиск знаний. История NGC 4490 и ее загадочной галактики-спутника — это не просто история одной галактики. Это свидетельство нашего неустанного стремления к знаниям. От составления карт звезд до разгадки темной материи мы стремимся понять Вселенную. Вселенная — наш главный рубеж и наше путешествие далеко от завершения.